Мирись, мирись, мирись и больше не дерись, а если будешь драться, я буду кусаться, а кусаться ни при чем, буду драться кирпичом. Соня и Лиза на переменке вспоминали детскую мерилку и вдруг заспорили о том, как пишется ни при чем. Все вокруг уверяли их, что ссориться из-за этого нет никакого смысла, ведь эту считалочку все равно не пишут, а только произносят, так что неправильного написания никто и не заметит. Однако спорщицы были уверены, надо точно выяснить, как пишется ни при чем, в жизни в любом случае пригодится. И это чистая правда, а иначе в гугле не было бы такого количества вопросов именно об этом сочетании. Соня считала, что надо писать все слитно ни при чем, а Лиза, что пишется слитно только две последние части, ни отдельно при чем. На самом деле ошиблись обе, и на это им указала проходившая мимо учительница русского языка Наталья Викторовна. Она предложила вспомнить окончание этой мерилки, а кирпич ломается, дружба начинается. Точно так же ломается и слово ни при чем, оно разбито на три части ни при чем. Это сочетание состоит из усилительной частицы ни, предлога при и местоимения чем. Соединять их в одно слово нет никаких оснований. Для запоминания подойдет не только кирпич, но и, например, выражение «не при делах», оно тоже пишется в три слова «не при делах», «ни при чем». Однако, перестав ссориться по поводу «не при чем», Соня и Лиза тут же нашли новый предмет для спора. Они решили выяснить, как пишется сочетание «несмотря на». Началось все с того, что Лиза заявила, что может написать правильно любое слово, несмотря в словарь. Соня сразу же уточнила, несмотря слитно или раздельно. Конечно, слитно, сказала Лиза, это все знают. И ошиблась, все-таки в словарь «смотреть иногда надо». В том предложении, которое она использовала, «несмотря» пишется раздельно, где и причастие с частицей «не» всегда пишется раздельно. Что делая? «Не смотря». А если мы скажем «несмотря на самоуверенность, Лиза все-таки ошиблась», в этом случае «несмотря» будет предлогом. Его можно заменить предлогом «вопреки», например. И пишется оно в этом случае действительно слитно. «Несмотря ни на что», «невзирая ни на что». Запомните также, что сочетание «ни на что» после «несмотря» пишется в три слова, все отдельно. Кстати, это похоже на «ни при чем». Тоже частица предлог-местоимение. «Как же это запомнить и не перепутать», думали Соня и Лиза, а потом придумали себе подсказку. Если речь идет о глазах, то «несмотря» пишется раздельно. Глаза два и слово два. А вот если «несмотря» говорят о чем-то невидимом, и его можно заменить словом «невзирая», тогда оно пишется слитно. В общем, несмотря ни на что, подруги были в хорошем настроении. Правила правилами, споры спорами, а дружба тут ни при чем.